Первое, о чем я хочу рассказать, это чисто тайская процедура, которая называется массаж горячими мешочками. Я вот с переезда в новый дом, я все никак не могу найти время, чтобы записать видео, поэтому я вам просто так расскажу. Вот такие мешочки, в них находится трава. На самом деле, такие мешочки, в России некоторые, кто занимается русскими травами, кто хорошо знает действия русских трав, они набивают такие мешочки русскими травками. Здесь находятся тайские, здесь находится куркума, имбирь, здесь очень хороший такой много кореньев и трав, которые вытаскивают из кожи токсины, которые регенерируют кожу, которые стимулируют кровообращение и так далее. Этот мешочек, он заваривается в горячей воде 10-15 минут, после этого он кладется в пароварку на пар. И горячий мешочек, поскольку он попарится немножко, там буквально 5-10 минут, чтобы он пропарился на пару, после этого он достается и делается массаж. Сейчас давайте я вам сразу покажу. То есть перед, перед, так, да, масло это потом. Для следующей процедуры, вы его наносите на лицо масло, можно кокосовое масло, можно, я вот очень люблю имбирное масло, потому что оно также предотвращает ожоги. И сначала он будет очень горячим, можно положить вот сюда вот полотенце, по полотенцу вот так вот пройтись, оно через тонкое полотенце, оно в принципе будет по росту волос, тоже активизирует здесь биологически активные точки. После этого тонкими, точечными движениями проходится по лицу, по лбу, везде, где захочется. После этого, когда уже мешочек немножко остынет, вы можете переходить вот таким вот движением, то есть немножко скручивающее, как бы приподнимающее. То есть не в сторону опускания, а в сторону приподнимания. Здесь в другую сторону тоже приподнимать. Очень хорошо вот эти мешочки прогревают мышцы, которые вот здесь находятся, и значительно приподнимают лицо. А если еще совместить с японским массажем лица, глубоким лимфодренажным, эффект получается гораздо лучше, более глубоким. Сразу щечки порозовели. Противопоказание этих мешочек, это если у вас есть купероз, то вы не обрабатываете то место, где у вас купероз. То есть если на щеках купероз вы вообще не трогаете. Если на носу вы просто обрабатываете щеки, нос не трогаете. И здесь я тоже вспомнила последнее посещение мастер-класса по японскому массажу. Там нам рассказали очень интересную вещь, которую я нигде не слышала, не читала. Например, кто знаком с японским массажем лица, вы знаете, что у них одно из движений идет, когда сначала прогоняется лимфо сюда, потом спускается сюда. Но у многих европейцев, это мне уже объяснила мастер японского массажа, с которым я общалась в Бангкоке, вот эти места забиты, вот потрогайте, мягенько или твердо. А у нас чаще всего эти места забиты, и если вы эти места не промассируете, после массажа лимфа дальше не пойдет. Я специально надела открытую одежду, чтобы можно было показать. Вот, то есть перед тем, как делать массаж лица, любой, активизируйте ток лимфы через шею. То есть вот эти вот места, вот-вот-вот-вот, надо хорошо промять. С маслицем аккуратненько это все проминаем. И потом уже после того, как вы сделаете вот это проминание, можно делать массаж.